Спортсмен в Синеруду, ему 23 года, рост 184 сантиметра, профессиональный рекорд, 3 победы, одно поражение, он представляет Чеченскую республику, город, грозный в Синеруду, Музлим Чужаев! Его заберли в Красному Думу, ему 26 лет, рост 175 сантиметров, профессиональный рекорд, 3 победы, 2 поражения, он представляет краснодарский голод в Сочи, Красному Думу, Григорь Мадежащан! Рефри-поединка Виктор Кавнеев, город Санкт-Петербург. Нажму Дина, Ислама технический нокаутом. Если мне не изменяет память, он является чемпионом мира по тайскому боксу, ну или по крайней мере каким победителем первенства. Показывал он себя на тот момент очень хорошим тайцем, и я уж совершенно не могу вам сказать почему, но в бою с Адамом Богатыревым он почему-то старался именно сближаться и работать в борьбе. Не всегда работает, может быть, конкретно на победу, но всегда работает очень жестко, ну то есть, имеется в виду, не всегда работает с четким пониманием происходящего, как мое личное впечатление. Посчитайте на всякий случай, что ошибочно, но мне показалось именно так. Но всегда очень жестко, очень сильно, обратите внимание на мощные удары Мотивасяна ногами. Ну и сейчас мы видим, как агрессор выступает его соперник, Муслим Чужаев, он очень активно так идет вперед на первых секундах. Да, и с этим, возможно, тоже соглашусь, но все-таки основным инициатором мне пока кажется Григор. Обратите внимание также на мощнейший его лоу-кик, насколько сносит аж он ногу своего оппонента. И опять же, обратите внимание, вот чему я удивлялся в прошлом, там и удивляюсь и сейчас. Вот почему человек с такой фантастической базой в тайском боксе, да, вот идет в клинч и старается решать вопросы именно здесь. Вот, по крайней мере, когда мы тогда готовились к поединку с ним, с Адамом Богатыревым, уже после боя Абдула Меджидова, мы опасались совсем другого. Мы опасались в основном такой жесткой работы в тайском стиле. Вместо нее на тот момент Григор решил именно бороться. Но мы с пониманием относимся. Еще раз повторю, спортсмен очень трудолюбивый, сильный и в некотором смысле такой несгибаемый. Хорошо, что справа попадает. Здорово со смещением сейчас работает так Муслим Чужигаев. Наверное, увидел, что Григор идет в основном вперед так вот в коридоре, да. Ой-ой-ой, жесткий лоу-кик и могла травмироваться нога. Не знаю, было такое впечатление. Но при этом сбил к таким ударам и даже не только, наверное, в ударе дело, а тем, что очень хорошо навстречу пошел Муслим Чужигаев. Однако, Матевася сверху. И посмотрите, как тут трибуны буквально сразу... Это практически тяжелый вес, чтобы вы понимали, да. То есть, каждый из них, наверняка, если не на сгонке, весит около ста килограмм. У них очень жесткие удары. Ой-ой, какой жесткий боец. Очень близок к нокауту сейчас. Какой жесткий боец, да. Пока что сопротивляется, нет. Остановка. Виктор Корнеев постанавливает поединок. Просто к волне радости новороссийской публики здесь, на юге, большое количество... Они здесь родные свои. Действительно, трибуны сейчас встали на ноги, поздравляют бойца заслуженной яркой победы. Ну, а как еще сказать, если эта победа досрочная? Да, очень классный удар за кик, он потом еще справа, скажем, добавил. Мне нравится боец Григорь Макивосян по очень простой причине. У него сильно не просто сложилось начало его карьеры. Но он все равно, несмотря ни на что, шел вперед. И вот уже очередная победа сейчас записывается. Ему в поединке с действительно сильным соперником. Посмотри, там показывает повтор. Вот на этом ракурсе, может быть, не так хорошо было видно. Но Муслим Чижов слишком низко опустил левую руку. И тем самым просто он дал корривер. Да, это работа справа. Поединок длил. Это связано с тем, что у него очень хорошо до этого получалось работать на смещении. А здесь не получилось. Поединок длился 2 минуты 55 секунд техническим нокаутом. Примен добивание. Одержал победу. Примен добивание.